Всем привет, привет! У меня сегодня две работы, вы представляете? Мне вчера прислали табличку с работами, я посмотрела, что первая работа моя, и на вторую не обратила внимания. А потом только вечером в час ночи я увидела, что вторая работа тоже для Ани. Я уже приехала в свой шоу-рум. Помните, у меня была съемка для Фэнди? Вот это этот же шоу-рум. А потом вечером еще какая-то другая работа, где эти сон написано, ивент. И сказали взять паспорт, и мне никто ничего пока не отвечает. Только заторители. Какая прелесть. Наш супер обед. Скажи привет. Стесняется, стесняется, какой ты боже. Они такие милые вообще, стесняхи такие. Что-то клеят на меня. Все, меня заклимовали. А во лбу звезда горит. Такие красивые. Привет, привет. Класс. Сегодняшняя работа заключается просто в том, чтобы сидеть на стуле. Ну или стоять. Мы в этих локациях уже фоткались. Вон там сидит мой этот второй напарник. Вот все. Такая вот работа. Очень сложная. А вот тоже у малых работа. Сейчас я вам покажу одного персонажа, с которым я работаю. Смотрите, смотрите. Ой, какой я. Почему? Я не верю вообще. У меня зашкаливает умиление. Это просто вообще, боже, какое ты хорошее. А я когда детей снимала, как раз подходит менеджер, забирает у меня телефон, потому что нельзя пользоваться на работе телефоном. А самое обидное, что я его не доставала до момента, вот, когда дети приезжали. Я даже не доставала, когда к нам первый раз лама подходила. Это было такое зрелище. Потому что она подошла, сначала написала, очень долго, очень много. Потом не только написала. И там такая паника была. А у меня как раз не было телефона, потому что я его оставила в гримёрке. Работала на этом ивенте, а у девочек видела в форме. Им дали ботинки из Forever 21, которые мне очень нравились. Которые я видела на распродаже за 200 РНБ. Которые до этого стоили 400 РНБ, но не было моего размера. И тут закончилось уже мероприятие. Я подхожу к стилистам, говорю, слушайте, за сколько вы мне продадите эти ботинки, потому что они как раз моего размера. Мне говорят, ну, давай за 150. Я их померила, они идеально подходят. У меня сейчас как раз нет обуви на дождь, а здесь постоянно дожди, и они на каблуках. Короче, я знаю себе ботинки за 150. Но не прикольно. Они, может, на видео, конечно, тупо немного выгонят, а может и не тупо, но вообще они очень крутые. Меня уже везут в аэропорте, чтобы ехать на работу в другой город. Я еду на работу на 3 дня, на целых 3 дня, 3 дня я буду работать на мероприятие, ивент для такого бренда, как Armani. Знаете, что радует? Что я приехала в новый аэропорт, во второй, в котором я еще не была. Я зачекинилась. Это такой себе аэропорт Жуляны. Тут нет распределения, какой рейс, куда подходить в окошко. Тут просто подходишь в любое свободное окошко, и тебе выдают твой билетик. Я проверила, что мой boarding time 22.25. Обведен в рамочку. Все, я уже прошла весь осмотр. У меня в рюкзаке был шампунь 200 мл, который они могли бы выбросить. Поэтому я сделала отвлекающий маневр. Я положила бутылку с водой, которую они захотели выкинуть. В аэропорту Жуляны есть что-то интересное? Нет. Вот и тут все. Ничего не... Ну, машина вот стоит. Макдональдс есть. Магазин Микки Мауса есть. Пару брендовых магазинов. Ничего интересного вообще. Мало того, сейчас 10 часов вечера, и оно все закрывается. Все ложится спать. Спит аэропорт. И Дисней тоже закрывается. Спят усталые игрушки, игрушки. Спят. История о том, какой я лов. Я только что прогуглила, куда я лечу. Я лечу в город Циндау. Можете тоже загуглить. Город находится на берегу моря. Я там буду 3 дня. Я посмотрела погоду. 3 дня будет солнечной. Погода 32 градуса. У меня с собой теплые вещи. И нет купальника. Кто лох? Я лох. Всегда смотрите, куда вы едете. Хотите плюс? Хотите? Чисто женский. Будет повод купить новые купальники и летние одежды. У меня был вообще 8-го ряд. Но я подумала, зачем в 8-м ряду сидеть со 7-ми, если можно сидеть одной в 26-м ряду. Подошла Милаха с Тюардесси и пристегнула мой рюкзак. Это как-то так мило. Вот это вот вся еда. Мечалька. Мой билет стоит 1000 юаней. Летит 2,5 часа. Ну, это какие-то дешевые оделения. Нас не кормили. Тут не дают подушку и одеяло. Но я сказала, что мне холодно. И мне принесли горячую воду. Подогретую в микроволновке. Ну, это находчивость. Молодцы. Мне сказали, что одеялок нет. А вот лежат какие-то. И подушки лежат. Что за подстава? А, может быть, на тот момент, когда я решила спросить, может, все разобрали? Разве что так. Другого оправдания я не вижу. Вышли из аэропорта. Сказали садиться только в такси, никакой приватной машины. Потому что это может быть опасно. Но как-то я не вижу особо и таксишек. Сейчас, час ночи. И где мне ее взять? Я подошла на информацию. И мне сказали, что нет такси. И здесь есть автобус какой-то. Мне сказали ехать на автобусе. Я не знаю. Мне дали только адрес, куда мне надо ехать. И я без понятия, что делать. Короче, у меня нет выбора, кроме как брать билет на автобус. И вот я одна, в незнакомом городе, в час ночи буду ехать куда-то на автобусе. Большая радость. Я нашла девочку, модель знакомую мою. Я сейчас с ней стою в очереди. Она не разрешила снять ее, потому что она говорит, что нет, я плохо выгляжу. Говорит, да ты прекрасно выглядишь, смотри. Вон я вся в прыщах. И мне нормально. Она говорит, что нет, пожалуйста, мне не показывай. Поэтому вот, там она стоит в стороне. Поверьте мне на слово. Наш билет стоит 20 РНБ. Все, мы взяли билет на автобус и идем садиться. Вон спина этой девочки, она из Франции. Мы сели. Нихао. Наш автобус. Та-дам. Мы купили билеты, сели в автобус. И потом я решила на всякий случай проверить, одну ли мы гостиницу едем. Оказалось, что нет. Я в Китае стала такой спокойной, что я прям не узнаю сама себя. Мы сели на автобус. Никто не говорит по-английски. Нам с горем пополам сказали, что седьмая остановка. Мы сели. На четвертой остановке я решила переспросить водителя. Показала ему адрес в иероглифах. Он начал на меня кричать. Выгнал меня из автобуса. Я вышла. Стою потерянно. Говорю, может, это говорить все-таки по-английски, хоть как-то. В итоге выяснили, что все-таки это не моя остановка. И не девочки. Мы зашли обратно, сели. Проехали еще все-таки три остановки до седьмой. Вышли. Думали, что это рядышком. Гостиница. Но оказалось не так все просто. Оказалось, что надо туда еще ехать очень долго, как потом оказалось. Слава богу, была единственная таксишка, которая будто стояла и нас ждала. Мы подошли. Он отказался включать счетчик. Он сказал, что 100 РНБ надо заплатить. А, и это все при 6% на телефоне. И поэтому я ничего не снимала, потому что я вообще боялась остаться без ничего. И вообще на улице. А это, кстати, 2 часа ночи уже. 2 часа ночи. Чужой город. Я сама, по сути. Менеджера нет, никого нет. Меня сама отправили. Слава богу, я встретила эту девочку-модель. Телефон садится. Никто не говорит по-английски. Эгей, веселуха. Вот, в итоге мы сели в эту таксишку. Сначала завезли девочку, потом еще полчаса ехали вместе с этим таксистом. Я уже, если честно, придумала, что я буду делать, если меня начнут обворовывать. Или если меня завезут в лес и начнут приставать ко мне. Размышляю, создаю план. Спокойно, вообще, без нервов. Абсолютно. Я прям поражаюсь сама себе и своему спокойствию. Проехала вот это с этим таксистом. С трёмненьким немножко. Он меня довел все-таки до этой гостиницы. В гостинице не было моей брони. Я стояла 20 минут, еще ждала пока. Они созвонятся все друг с другом и решат, где мне жить. И кто на кого заказывал гостиницу. Потом она скажет, что мне надо оставить залог 100 долларов. Еще это решали. Потом в итоге решили, что все-таки не долларов, а R&B. Я отдала. И вот 2.55 я попала в номер. Эгей. Двуспальная кровать. Плазма. Ой, не знаю, короче. Веселая поездочка. Я больше не хочу, чтобы я так сама ездила. Что попала. Зато мне вообще сейчас уже ничего не страшно. Была сама в Китае, в незнакомом городе, где никто не говорит на твоем языке. Все, я прям прокачалась до максимума, мне кажется. Я уже буду ложиться спать. Я дико уставшая. Я думаю, вы это видите по мне. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписались. Ставьте мне лайки. Пишите комментарии. Я все читаю. Все переживаю. Спасибо вам большое за поддержку и за ваши добрые слова. Мне это все очень приятно. Я все заценю. С вами была Гресь. Видео про Гресь. Аня в Шанхае. Аня колесит из Шанхая по городам всяким.